Матфея Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус пришел, чтобы исполнить закон. Внимание закона и пророков сосредоточено на Христе. Согласно закону, тельцов, овнов и голубей приносили в жертву за грех. Это направляло ко Христу, который придет, чтобы умереть за грех мира, пролив свою кровь. Евреям 10, стих 1. В Колоссинам 2, стих 16. Таким образом, в Ветхом Завете прослеживалась тень Христа. В Новом Завете, с воплощением Иисуса, эта тень стала реальностью. Так закон Ветхого Завета был исполнен Христом. Иисус говорил, что пришел исполнить закон. Во-первых, Иисус пришел воплоти. Во-вторых, Иисус заплатил за человеческий грех своей кровью. В-третьих, Иисус в абсолютной мере подчинился Божьей воле и исполнил требования Бога к праведной жизни. Стих 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Ритуалы и Таинства Ветхого Завета были упразднены Иисусом. Ритуалы и Таинства Ветхого Завета были упразднены. Однако истины, которым они учили, еще преподаются ныне, во времена Нового Завета. Сегодня мы не приносим тельцов и овец в жертву в Иерусалиме. Мы поклоняемся Богу, веря в жертву Иисуса Христа, принесенную на кресте. К примеру, в 11 главе книги Левит записаны виды пищевых продуктов, запрещенных к употреблению. Там говорится, что употреблять в пищу можно животных, которые жуют жвачку, и копыта которых раздвоены. Сегодня же мы можем есть свинину. Свиньи не жуют жвачку. В наши дни ритуалы отменены, и поэтому свинину есть можно. Но истину, вложенную в древние предписания, мы должны сохранить. Раздвоенные копыта указывают на тот факт, что стиль жизни христианина должен отличаться от мирского. В древности было запрещено есть рыбу, не имеющую чешуи, а сегодня это допустимо. Мы должны придерживаться истины, заключенной в писаниях. Чешуя символизирует доспехи, данные нам Богом. Ефесянам 6, стихи 12-13 Таким образом, во времена Нового Завета, мы должны искать истину. Мы должны исполнять Божье Слово. Тогда что такое легализм? Легализм – это идея о том, что спасение можно заслужить, исполняя закон. Например, для того, чтобы получить спасение, нужно быть обрезанным. Это легализм. Но мы спасены по вере в Иисуса Христа. Однако закон все же указывает, что верующий в Иисуса Христа должен исполнять Божье Слово. Когда спасенный по вере не послушен Слову, он грешит. Жить не по Слову – грех. Богу не нравится такое отношение. Такая вера мертва. Иакова 2, 26 Быть послушным Божьему Слову, напротив, является благословением. Второзаконие 28, 1 Матфея 7, 24, 26 Как же получить спасение? Отнюдь не с помощью каких-либо дел. Мы спасены только верой в Иисуса. Те, кому спасение уже принадлежит, получают благословение, когда исполняют Божье Слово. Стих 19 Итак, кто нарушит одной из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Даже в Небесном Царстве есть великие и малейшие. Жившие по Божьему Слову будут великими. Два ярких примера этому – Павел и Петр. Такие люди и названы великими в Божьем Царстве. Однако христиане, непослушные Божьему Слову, станут малейшими. Если вы верующий в Иисуса Христа человек, но находитесь в состоянии непослушания, в Небесном Царстве вы будете наречены малейшим. Существует несколько видов венцов. Первый – это венец славы. Первая Петра 5.4 Второй – венец похвалы. Первая Фессалоникийцам 2.19 2.19 Третий – венец праведности. Второе Тимофею 4.8 Четвертый – золотой венец. Откровение 14.14 Пятый – венец жизни. Откровение 2.10 Шестой – венец радости. Филиппийцам 4.1 Седьмой – нетленный венец. Первая Коринфянам 9.25 В нас должен происходить духовный рост. Первая Коринфянам 3.1 Евреям 5.13-14 Ефесианам 4.15 Мы должны принимать облик Иисуса. Наш характер должен расти. В нас должны проявляться черты Иисуса Христа. Для этого нужно исполнять Божье Слово. Это поможет нам заслужить величие в небесах. Как мы приобретаем спасение? По вере в Иисуса Христа. Как получали спасение жившие во времена Ветхого Завета? Отнюдь не благодаря соблюдению закона. Так как же получали спасение во времена Ветхого Завета? По вере в Иисуса, который когда-то придет на землю. Мы, верующие, должны жить Словом Божьим. Мы получаем спасение по вере в Иисуса, который уже пришел. Как мы получаем спасение? По вере в Иисуса Христа и только по вере в Иисуса. И мы должны жить Словом Божьим, послушаясь Ему. Стих 20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Этот стих нужно выучить наизусть. Какова праведность книжников и фарисеев? Они пытаются заслужить спасение, выполняя определенные действия. Они пытаются получить праведность человеческими делами. Но в чем заключается праведность христиан? Христиане обладают праведностью Христа. Мы приобретаем праведность Бога. Христос достиг праведности, которую мы принимаем верой. И спасение мы принимаем верой. Совершаемые нами дела не могут дать нам спасение. Спасение дается по вере в Христа. Римлянам 9, 30, 33. Римлянам 10, 3. Вот что означает обладать праведностью книжников и фарисеев. Но праведность Иисуса можно принять только верой. Таким образом мы и входим в небеса. А теперь обсудим 5 запретов. Первый запрет. Не убивай. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Здесь говорится, вы слышали, что сказано. Фарисеи учили законы неверно. Их толкование закона было ошибочным. По этой причине Иисус должен был исправить учение. Существует не только физический вид убийства. Иисус говорит о грехе убийства. Назвать кого-нибудь рака является грехом убийства. Это ругательное слово еврейского языка. Оно означает безумный или дурак. Выражение гнева к брату достойно наказания. Гнев может быть грехом. Назвать кого-нибудь безумным также считается грехом убийства. Назвать человека безумным означает обвинить его в том, что он не знает Бога. А это значит обвинить его в бунтарстве против Бога. Что даже хуже, чем сказать рака. Дать человеку такие определения означает совершить грех убийства. В первом Иоанна 3.15 сказано, что ненавидеть своего брата есть грех. Необходимо покаяться и удалить этот грех из своей жизни. Сказано, что такие люди подлежат суду. Синедрион составляется из шести представителей от каждого израильского колена. Общий состав Синедриона около семидесяти его членов. Это религиозная община. В нее входят фарисеи, саддукеи и книжники. Религиозная община, составленная из этих людей. Братьев нужно любить от всего сердца. Это путь жизни. В этом находится путь во свете. Всякий, ненавидящий своего брата, входит во тьму и обрывает действия жизни. Стихи 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Дары Богу можно приносить только после того, как достигнуто примирение с братьями. Прежде чем принести Богу жертву, нужно примириться с людьми. Что же делать в случае, когда брат отказывается примириться? Нужно продолжать любить этого человека от всей души. Нужно молиться Господу. И тогда покой и примирение состоятся вначале в наших сердцах. Даже если люди отказываются идти навстречу нашим попыткам к примирению, мы обязаны искать мира прежде всего в наших сердцах. Стих 25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу». Здесь некто ведет вас к судье. Римлянам 2.15 Римлянам 2.15 Что означают слова «пока ты еще на пути с ним»? Они означают, что ты еще не согрешил, но стоишь на пути, ведущему ко греху. Находясь на пути греха, мы позволяем своей совести стать немощной. Голосу совести нужно прислушиваться постоянно. Проигнорировав совесть и согрешив, мы попадаем под власть судьи. Судья – это хранитель закона. Иоанна 12.48 Псалом 51.4 Сказано, что судья отдаст тебя слуге. «Слуга» символизирует власть греха. Псалтирь 32, стихи 3 и 4 Сказано, что ты будешь ввергнут в темницу. Темница здесь означает духовную тьму. Исайя 42.22 Откровение 16.8 Итак, когда совесть говорит нам покаяться, мы должны ее послушаться. Согрешив, мы становимся рабами греха. Оставь рабами греха, мы окунаемся в духовную тьму. Мы теряем духовную свободу. Стих 26. «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Здесь говорится о том, что тебе придется отдать последнюю монету. Здесь употреблено греческое слово «кадрант». «Кадрантес». Это название римской монеты. Она имела наименьшую величину. Какая монета имеет наименьшую величину в Америке? Один цент. Правильно? Это самая маленькая монета. Придется заплатить все до последнего цента. Долги нужно оплачивать. Это подразумевает необходимость нашего покаяния. Нужно раскаиваться во всех грехах. Совершать покаяния даже в малейших грехах. И не совершать их даже до смерти. К примеру, некто крадет корову. Затем он кается перед Богом, говоря, «Я поступил неправильно». Затем он снова крадет и съедает корову. И говорит Богу, «Очень жаль, что так получилось». Это не является покаянием. Истинное покаяние требует выплаты вознаграждения. Мы должны совершать истинное покаяние и вознаграждать человеку, к которому отнеслись неправильно. Если что-то украли, отдадим ему долг. Царь Давид, совершив грех, раскаялся до конца. Псалтирь 50. Нам прощен долг в 10 тысяч талантов. Матфея 18, 24. Поэтому мы должны совершить исчерпывающее покаяние. Псалтирь 32, стихи 3 и 4. Стихи 27 и 28 запрещает прелюбодействие. Стихи 27 и 28. Вы слышали, что сказано древним «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Иисус говорит, что даже похотливый взгляд на женщину означает совершение в своем сердце акта прелюбодействия. Дела так обстоят потому, что такое сердце уже покинуло Господа и тем самым совершило прелюбодействие. Отвернуться от Бога – это значит прелюбодействовать духовно. Когда мы отдаляемся от Господа, наши сердца атакуют множество искушений. Матфея 12, 39. Помня это, мы стремимся всегда ходить с Богом. Нельзя терять любовь к Господу. Напротив, нужно продолжать идти вместе с Ним. Нужно пригласить Его в свое сердце, а затем постоянно следовать за Иисусом. Стихи 29, 30. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Иисус повелел вырвать глаз и отечь руку, если они склоняют к совершению греха. Должны ли мы отсекать руку каждый раз, когда она становится причиной греха? Тогда ни у кого из нас уже не осталось бы ни глаз, ни рук. Мы остались бы безрукими и без глазами. Здесь мы можем усвоить очень важный урок. Если у нас есть нечто так же необходимое, как глаз, или настолько же важное, как рука, и оно склоняет нас к греху, от него нужно избавиться. Несмотря на то, как важны наши бизнес, работа, если они являются причиной греха в нашей жизни, нужно их оставить. Вне зависимости от того, насколько близок нам друг, если он причина греха, нужно оборвать с ним связь. И с любым другим человеком, являющимся основанием греха в нашей жизни, необходимо порвать отношения. Третий запрет о разводе. Стихи 31-32. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Во второзаконии 24-1. Сказано, что если муж недоволен женой, он может написать ей разводное письмо и таким образом расторгнуть с ней брак. Однако фарисеи считали, что развод допустим и без серьезных на то оснований. Фарисеи использовали Божье Слово для оправдания своих похотей. В действительности же Моисей запретил развод. А фарисеи использовали Божье Слово для оправдания зла. В таком случае, что же может являться основанием для развода? Случается так, что один из супругов, жена или муж, умирает. Римлянам 7-2. Когда супруг или супруга покидают этот мир, можно вступить в брак снова. Второй случай. Когда верующий супруг изгнан из семьи за вероисповедание. 1 Коринфянам 7-15. Если супруг скажет, «Я не хочу жить с тобой, потому что ты веришь в Иисуса Христа», мы можем расторгнуть с ним брак. Третья причина связана с переселением иудеев в Вавилон. Иеремия 29-4-6. Там, на чужбине, Господь разрешил им вступать в брак и устраивать жизнь. Супруги бывают надолго разлучены при подобных обстоятельствах, так что ни законодательные органы, ни церковь не в силах их воссоединить. Бывают ситуации, при которых супруги физически не в состоянии воссоединиться. Итак, третья причина развода вступает в силу в случае, когда и церковь, и закон оказываются бессильны в вопросе соединения семьи. Теперь рассмотрим четвертую допустимую причину развода. Это случай, когда один из супругов совершает прелюбодействие. В случае физической неверности одного из супругов, второй вправе подать на развод. Разводиться по каким-либо другим причинам, кроме перечисленных, недопустимо. Нельзя разводиться, например, из-за различия характеров. Кроме того, даже из-за прелюбодействия неразумно разводиться сразу. Если согрешивший супруг покается в своем грехе и попросит прощения, нам лучше простить его и принять. Четвертый запрет – не клянись. Стихи 33-36 Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Иисус сказал, не клянись. Человек не может отменить того, что установлено Господом. Поэтому произносить клятву не имеет смысла. Для верующего важно быть верным в деле, которое доверил ему Господь. Мы не можем изменить волю Бога клятвами. Следовательно, совершать клятву – это бесполезные действия. Нужно делать то, что правильно, а то, что неправильно, делать нельзя. Некоторые люди дают ошибочную клятву, а затем не могут ее сдержать, и поэтому нам говорят – не клянись. Каждое мгновение, в каждой ситуации мы должны решать, что правильно, и делать то, что правильно. Пятый запрет – не мстить врагу. Тридцать восьмой стих. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? Было сказано око за око и зуб за зуб. Фарисеи неверно понимали Писание. Исход двадцать один, двадцать четыре. Второзаконие девятнадцать, восемнадцать. Решение здесь выносили судьи. Этот стих Библии призывает судей установить справедливость. Ветхий Завет также учит любить врагов. Левитам девятнадцать, восемнадцать. Мы не должны мстить врагам. Правосудие устанавливается судьей. Месть не допускается ни при каких обстоятельствах. Мы – те самые люди, которым Бог простил десять тысяч талантов. Матфея восемнадцать, двадцать четыре, двадцать семь. Поэтому и мы должны быть способны прощать братьям все согрешения. Стих тридцать девять. «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Когда кто-то ударит нас по правой щеке, мы должны подставить и левую. Это случай личного ущерба. Даже в случае личного оскорбления мы должны думать, как Бог. В любой ситуации мы стремимся прийти к миру в Господе. Не допуская компромиссов в вере, с ее помощью мы преодолеваем оскорбления. При таких условиях Господь Сам возвысит нас в свое время. Иисус поступал именно так. Он хранил молчание, когда его били по щекам. Стих сорок. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Иисус говорит, что когда кто-то отнимает у нас рубашку, мы должны отдать ему и верхнюю одежду. Здесь наша материалистическая сторона начинает возмущаться. Нам нужны как рубашка, так и пальто. Однако мы должны научиться уступать другим то, чем обладаем. При этом нельзя терять веры, нельзя сдаться, потеряв свет жизни. Мир души мы можем найти только в Господе. В 26 главе Бытия рассказывается о том, как Иаков уступил свой колодец. «Для нас недопустимо угрызать и съедать друг друга», как сказано в Галатах 5.15. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Если кто-нибудь попросит нас пройти с ним пять километров, мы выражаем готовность идти и десять. Этот стих затрагивает наши права. Иисус призывает нас к такой жизни, в которой даже личные права не преграждают путь нашей веры. Мы можем допустить потери физической собственности, но потерять ради нее что-либо в вечности для нас совершенно недопустимо. Если мы храним веру и истину, сам Бог хранит нас. Он возвысит нас. Он позаботится о том, что нам есть и во что одеться. Стих 42. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Мы должны давать тем, кто у нас просит. Ведь блажение давать, нежели принимать. Деяние 20.35. Даже если придется пожертвовать правами и богатством, духовного наследия терять нельзя. Когда мы храним свою веру, Бог восполняет наши нужды. Стихи 43 и 44. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Фарисеи не понимали самого духа закона. Они учили народ ненавидеть врагов. Их трактовка закона была ошибочной. Левит 19.18 учит воздерживаться от мести врагам. В нем также сказано «любить своих ближних». Иисус дал правильное толкование закона. Римлянам 12.19. Здесь сказано «оставить месть Господу», а нам следует любить своих врагов. Сам Иисус, вися на кресте, молил Отца простить тех, кто распял Его. Также и Стефан, побиваемый камнями, просил, чтобы Господь простил его преследователей. Иосиф простил своих братьев, которые продали его в рабство. Когда мы прощаем других перед Богом, Он прощает нас. Мы становимся свободны. В молитве, которой научил нас Иисус, говорится «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И когда мы прощаем своим собеседникам, своим братьям, Бог прощает нам. Ведь Он прощает нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Стих 45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Наш Бог повелевает Солнцу светить и над праведными, и над злыми. В этом проявляется Божья милость. Так как мы являемся Божьими детьми, нам следует научиться любить всех людей. Но это не значит, что мы можем принять и грех. Любя людей, мы не должны любить грех. А ненавидя грех, мы не должны допустить ненависти к самому грешнику. Итак, мы любим людей и ненавидим грех. Бог не выделяет любимцев, но освещает светом Своего Солнца всех людей. В этом проявляется великая любовь и сострадание Господа. А нам следует быть на Него похожими. Стихи 46-47 «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Любить только тех, кто любит нас, неправильно. И язычники так любят друг друга. А нам следует любить не только своих братьев, но и врагов. Живя таким образом, мы движемся в соответствии со Святым Духом. Так мы следуем за Святым Духом. Там, где царствует любовь, царствует Святой Дух. Там господствует свет, управляет истина. Там Царство Бога. Стих 48 Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Наш Бог Отец совершенен. И нас необходимо научиться быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И тогда мы будем великими в Божьем Царстве. И получим от Бога похвалу, славу и честь. Нам нужно постоянно становиться похожими на Бога. И когда мы становимся похожими на Бога, мы становимся святыми. Мы становимся великими в Царстве Небесном. И получаем от Бога похвалу, славу и честь. На этом четвертая лекция по Евангелию от Матвея окончена.